Пенсионный возраст в России с 2022 будет увеличен в очередной раз. В текущем периоде пенсионный возраст увеличится, но на время переходного этапа пенсионеры смогут получить льготу от государства и право на досрочное начисление помощи. Предусмотрен досрочный выход на пенсию, автоматизация процессов начисления дополнительных выплат, а также переход на дистанционное оформление через сайт Госуслуг. Как будут обстоять дела с пенсионными начислениями в России в 2022, детально об этом далее. Пенсионная реформа в России согласно программе пенсионной реформы, в Российской Федерации до 2028 года будут ежегодно внедряться изменения в системе начислений, расчета стажа. В 2022 будут внесены такие основные изменения в действующую систему, граждане, получившие право на пенсионные выплаты по старости, могут не ходить в региональное представительство пенсионного фонда или Центр социальных выплат. У них будет возможность оформить все дистанционно, воспользовавшись функционалом портала Госуслуг, правило действует на всей территории страны, в 2022 больше не нужно подавать заявки на получение региональных надбавок и доплат к основной сумме. Все будет оформляться в автоматическом режиме и получатель своевременно получит дополнительную сумму, по новым правилам также жители сел могут рассчитывать на получение выплат по установленной ранее повышенной фиксированной ставки. Даже если они переезжают, в случае, если в отдельном регионе или населенном пункте будет объявлен режим ЧАЭС, получатели выплат получат деньги досрочно с доставкой на дом. Пенсионный возраст в России с 2022 года уже точно известно, что пенсионная реформа предусматривает постепенное, но ежегодное повышение пенсионного возраста. Он повышается на 6 месяцев и так будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты предельные, указанные в законодательных документах, значения для представителей всех профессий. Для женщин в 2022 будет назначаться выплата средств тем женщинам, которым уже исполнилось 57. Исключения составляют категории, имеющие право на назначение выплат досрочно или же, например, являются многодетными матерями. Для мужчин мужчинам может назначаться выплата с 62. Исключения составляют представители определенных профессий и жители Крайнего Севера и Дальнего Востока. Также это изменение не распространяется на тех, кто уже оформил пенсию в предыдущие периоды, до внесения правок. Таблица выхода на пенсию по годам рождения Официальный сайт Пенсионного фонда опубликовал таблицу выхода на пенсию в 2022 году, а также в последующих периодах, вплоть до завершения переходного этапа. Основные данные, касающиеся запланированных на 2022, представлены в таблицах ниже. Для женщин, возраст ухода на заслуженный отдых для женщин ниже, чем для мужчин. Данные указаны в таблице, но важно знать, что доступны льготы на время переходного периода, смотрите таблицу. Для мужчин. Согласно условиям постепенного перехода, для мужчин предусмотрены такие изменения, смотрите таблицу. Условия оформления законопроект подразумевает оформление пенсии согласно новому пенсионному возрасту. Но указом президента были внесены правки. Согласно поправкам к закону, пенсионер имеет право на назначение пенсионных выплат за шесть месяцев до достижения официально принятого возраста, необходимого для этого. Это льготное оформление доступно только во время переходного периода, оно было введено с целью смягчить последствия от кардинальных перемен, которые подразумевают пенсионные реформы. Досрочный выход на пенсию в мае 2021 президент РФ подписал закон номер 153 ФЗ, который предусматривает изменение механизма начисления пенсионных выплат. Он вступит в силу с первого дня 2022. Благодаря внесенным правкам отдельные категории граждан получили право на досрочный выход на пенсию. По новому закону те граждане, которые лишились трудовой деятельности в предпенсионном возрасте, могут на 24 месяца раньше начать получать пенсию. Но это возможно только при таких обстоятельствах, у человека есть минимальный страховой стаж, женщины 20, мужчины 25, потеря работы произошла по причине ликвидации предприятия или из-за сокращения. На основании нового закона, лица, оставшие безработными за пару лет до выхода на пенсию, имеют право получить выплату досрочно. Изначально будет выплачиваться социальная пенсия до момента достижения права на страховую. Пенсионный возраст на Севере и Дальнем Востоке отдельные условия в пенсионном законодательстве прописаны для народов, проживающих на территории Крайнего Севера и Дальнего Востока. Согласно обновленному закону, эти граждане имеют право выхода на пенсию раньше, чем жители остальных территорий. Жители этих регионов также ожидают повышения пенсионного возраста, связанное с реформой. С 2018 по 2028 ежегодный пенсионный возраст будет повышаться на 6 месяцев. Изначально женщины в этих регионах смогли оформить пенсионные выплаты в 50 лет, а мужчины — в 55 лет. В 2022 на пенсию смогут выйти женщины, начиная с 52 лет, и мужчины, начиная с 57 лет. При этом изменения в законе не предусматривают перемены в пенсионных начислениях. Для жителей Дальнего Востока и Крайнего Севера по-прежнему действуют следующие условия — наличие официального северного стажа — от 15 лет, наличие стажа в приравненных местах — от 20 лет, что касается страхового стажа, женщинам нужно не меньше 20 лет. Мужчинам — от 25 лет. Для тех, кто получил право на оформление пенсионных выплат в 2019-2020, также доступны льготы. То есть, человек может во время льготного периода на шесть месяцев раньше оформлять выплаты. Когда на пенсию уходят военные и госслужащие во все времена военнослужащие и сотрудники других силовых структур, подконтрольных МВД РФ, а также работники УИК и противопожарных служб получали пенсионные выплаты раньше, чем представители многих других профессий. В 2022 ситуации не изменится, все сотрудники этих структур могут претендовать на пенсионные выплаты спустя 20 лет официальной службы. Но не все так просто в расчетах. За выслугу лет выплаты назначают в момент увольнения из воинской части или структуры МВД, если человек проработал не меньше 20 лет. Если же срок службы в армии меньше, и работнику исполнилось 45 лет, а также он проработал в общем не менее 25 лет, то он получает право на выплаты. При этом крайне важно, чтобы срок воинской службы по контракту был не меньше 12 лет. За выслугу лет могут выходить на заслуженный отдых также граждане, работавшие в авиации и космонавтике. Для выхода на пенсию космонавтов и летчиков необходимо, чтобы были соблюдены следующие условия. 1. Для женщин минимальная выслуга — 20 лет, для мужчин — 25 лет — 2. При этом общее время работы в летных подразделениях должно быть не меньше 7,5 лет, для женщин — и 10 лет, для мужчин — 3. Также уйти на заслуженный отдых могут те, кто уволился по состоянию здоровья. При этом женщины должны проработать не меньше 15 лет, а мужчины — не меньше 20 лет. Еще летчикам и космонавтам доступно оформление выплат по старости или же в связи с инвалидностью. Начиная с 2017, для госслужащих в Российской Федерации началось постепенное внедрение перемен в социальной политике, а именно в структуре начисления пенсионных выплат. Метаморфозы также коснутся требований к получателям. Эти изменения касаются всех категорий гражданских государственных служащих, всех структур и органов. Женщины, работающие на государственной службе, будут уходить на отдых в 59, а мужчины — в 64. Как указывают последние новости, к основному федеральному закону было дописано приложение, в котором идет речь о продолжительности стажа госслужащих в РФ, в 2022 работникам государственных служб нужно отработать не менее 18 лет, чтобы уйти на отдых. Важно, чтобы сотрудник до увольнения провел не менее 12 месяцев на госслужбе. Если пенсионер получает страховые выплаты или же денежное пособие в связи с инвалидностью, дополнительно ему начисляется сумма за выслугу лет, если его стаж не менее 25 лет. А время работы в государственных структурах непосредственно перед увольнением не меньше 7 лет.